Приветствую, друзья! Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер, руководитель системной студии. Значит, я помогаю дизайнерам создать свою компанию и привлекать клиентов. Но кроме дизайнеров, я работаю с поставщиками и помогаю поставщикам, партнерам наладить взаимовыгодное сотрудничество не на словах, а на деле. Для этого у нас есть некая система по созданию карточек по описанию. Она описана целиком и детально в этой книге. Сейчас я об этом подробно не буду, но в целом, кому интересно, прочитайте. Суть методики в следующем. Вы создаете сначала описание себя, описание своей компании, описание своего продукта и затем представляете эту историю всю дизайнерам, чтобы дизайнеры посмотрели. Вот в данном случае один из наших клиентов, которые у нас приобретают материалы и заполняют их, это компания Дворцовый паркет. И сегодня мы посмотрим материал, который называется карточка продукта, в котором ребята сделали описание своего продукта. Наша задача будет очень простая. Я сейчас читаю. Во-первых, я смотрю сейчас на то, что сделано первый раз, специально как будто дизайнер читает и попытаюсь улучшить как-то эту карточку, сделать ее понятной с точки зрения дизайнера, сделать так, чтобы все, что было написано, оно было написано не только с технической стороны, но и со стороны такой продающей, убеждающей дизайнера приобрести, либо посмотреть на эти материалы более внимательно, более детально. Давайте посмотрим. Карточка у нас не такая большая, но и не такая маленькая. Здесь должно быть собрано все, что дизайнер хочет знать о паркете. И если он захочет применять, то ему должно быть все понятно. Ну что же, поехали. В процессе комментирую. Я буду показывать, где читаю. И сразу же, возможно, у меня есть клавиатура, буду, возможно, сразу же выносить какие-то изменения. Поэтому у нас все сейчас будет вживую, в прямом эфире практически. Получите это дело для обдумывания. И эта информация будет полезна не только для компании Дворцовый паркет, которые, конечно же, молодцы, что составляют такие материалы, но и для всех, кто планирует тоже назначить и начать работу с дизайнерами. А дизайнеров прошу покомментировать со всеми ли моими выгодами согласны, что бы вы хотели еще узнать, и насколько вам понятно описание, которое создали наши уважаемые партнеры для того, чтобы описать себя. Поехали. От слов к делу. Дворцовый паркет – это изысканное напольное покрытие с эффективным рисунком, который собирается из элементов штучного паркета, выполненных из натуральных травесины, различных пород, а также с применением декоративных элементов, таких как художественная розетка, паркетный бордюр, декоративные вставки, угловые элементы. В сочетании этих элементов получается полноценная композиция. Так, ну в целом очень понятное, ясное описание продукта – это дворцовый паркет. И ниже есть уже изображение, вот так оно выглядит. Да, в целом понятно. Я бы вот здесь вот прям сделал бы картинку, ну как будто с бала, да, желательно применять это в живом в каком-то формате, примерно это может быть вот так. То есть там мужчина и женщина, например, танцуют, да, тут какая-то розетка, например, бальные танцы, да. И сразу же понятно. Ага, вот эта картинка, она понятно применима везде, потому что люди ее понимают. То есть вот так вот, чтобы был паркет. Лучше всего сразу же изделие показать в жизни. Это очень хорошо, потому что необязательно не все люди будут читать вот этот текст, но все люди обратят внимание на картинку и будет понятно. Ага, окей. И тут возникает вопрос сразу же, я пока не знаю, забегая немножко вперед, применяется ли этот дворцовый паркет только в бальных каких-то залах, либо это для дома тоже подойдет. Я думаю, что подойдет, но сейчас мы посмотрим, как об этом описано. Элементы дворцового паркета. Модули или декоры без финишной обработки. Это подготовленные к укладке сборные конструкции, которые состоят из клеенных деревянных элементов, предназначены для укладки части или всей поверхности пола. Финишная обработка приводится на объекте. Пока вот это излишняя информация, остерегайтесь такой ошибки, когда в самом начале вы захотите рассказать как можно больше о своем продукте. То есть здесь сначала все-таки нужно мягкое введение. Мягкое введение подразумевает примерно следующее. Дворцовый паркет – это особая укладка древесины и материалов. Плохо тоже говорю, что значит древесин и материалов. Это особая укладка дерева. Показываете, как на картинке. Применяется для того-то и того-то. Вот это самое важное, что нужно. То есть для каких ситуаций она полезна. Дальше уже все технические вещи лучше разместить дальше. То есть технически написано все хорошо. В целом понятно и каждую эту часть можно разъяснить. Но я думаю, что это будет чуть-чуть дальше. Поэтому начало более простое, более с картиночкой. Что дворцовый паркет – это вот так. Применяется в бальных залах и в домах премиум-сегмента, например, от 1500 метров. И показать еще, например, дом. Кстати, можно действительно сделать очень просто. То есть можно сделать две картиночки. Если у вас два вида применения. Допустим, одна с бальными танцами. То есть первая для общественных каких-то бальных историй. И вторая картиночка для дома. Вот мы, допустим, заходим с красивой лестницей. Знаете, как из фильма бывает. Красивая лестница такая, откуда дама спускается в таком красивом платье, в бальных туфлях. И вот здесь вот ждут гости, ждет кавалер. Вот понятно. Все понятно. Вот для двух ситуаций. Вот с этого лучше начать. Это такое базовое описание. И базовая иллюстрация этого описания. Все технические вещи, они замечательно сделаны. Но они могут быть полезны нам чуть-чуть попозже. Идем дальше. Следующая часть – это элементы дворцового. Ага, это из чего состоит? Модули или декоры без финишной обработки и подготовленных укладки сборной конструкции, которая состоит из склеенных деревянных. Так, это вроде бы мы прочитали и поняли, что это технические детали. Наверное, они имеют смысл дальше посмотреть. Розетка. Локальная многоцветная художественная композиция, набранная из нескольких пород. А, это уже состав. То есть у нас есть либо состав, либо детализация. Я думаю, тоже это дальше нужно. Бордюр, декоративные рамки. Здесь уже похоже на какой-то учебник. Смотрите, какая тут ситуация складывается. Если я дизайнер и если я хочу уже использовать ваш дворцовый паркет в своих проектах, то первое, что мне нужно понять, собственно, что за продукт, сколько он стоит, как он выглядит, для чего он применяется, я это, допустим, должен понять в самом начале, вот здесь. И только после этого я должен понять, из чего он состоит и как мне применять. То есть вот этот материал, где идет обучение, это уже либо ниже должен быть, либо вообще отдельный какой-то прикладной листок, где, окей, если ты выбрал, если ты понимаешь, что ты выбираешь дворцовый паркет в качестве своего напольного покрытия, то теперь как в дизайнерской точке зрения себе это все дело спроектировать. Почему это важно? Потому что, смотрите, самое главное, что у нас отвечает карточка компании. Немножко перемотаю назад. Карточка компании рассказывает о том, что за компания, как долго она работает, почему стоит у нее покупать, какой у нее подход к делу, какие у них у компании регалии, какая компания не пропадет и не подведет клиента. То есть мы доверяем компании. Дальше у каждой компании есть продукты. Продукт в данном случае это конкретное изделие. Следующая логика, что это изделие применяется там-то и там-то, мы уже описали, допустим, в бальных залах и в премиум сегменты домах. Окей, мы это тоже поняли. И дальше нам нужно объяснить, сколько это стоит, как это монтируется, как выглядит. То есть именно по продукту. Чтобы человек, задача карточки продукта, чтобы человек, чтобы клиент понял и сказал, да, мне это нравится, меня цена в целом устраивает, давайте углубимся в детали. То есть полезная, окончательная результативность этой страницы будет в том, чтобы клиент сказал, да, давайте проектировать. То есть это первое, что мне нужно сделать. И вам это нужно сделать то же самое здесь, на этой странице. А дальше уже как проектировать, какие детали, какие технологии, это уже идет следом. Поэтому немножко это идет заранее, это нужно переместить. Притом текст нормальный, то есть по тексту все в принципе понятно. У меня есть некие материалы, как каталог, из чего я могу составить. И дальше я уже могу составить. Это уже тянет на некую методичку, либо на некое обучение даже. В принципе, для дизайнера это будет полезно, если ему будет это все объяснено, как сделано. Чувствуется тут забота такая о том, чтобы мне было удобно проектировать, и это хорошо. И плюс показывает вас экспертами, это тоже хорошо. Декоративные ставки, отлично, угловые элементы, техники создания дросового паркета. Ага, давайте посмотрим, как тут сделано. Процесс создания такого напольного покрытия начинается с разработки проекта. Художники и дизайнеры прорисовывают композиции и составные части. По этим рисункам в дальнейшем вырезаются элементы. Каждая деталь насыщается фасками, выплывающими частями для соединения в единую конструкцию. Тоже интересно, вы описываете здесь, как будет происходить процесс работы над проектом. И имеет смысл это делать только в том случае, если дизайнер сам не справится, если это неотъемлемая часть вашего предложения, вашего проектирования. Я думаю, здесь это именно тот случай. То есть само проектирование и разработка рисунка, она является тоже неотъемлемой частью художественного дворцового паркета. И тогда да, тогда имеет смысл описать. Сборка задуманного рисунка может существовать на самом объекте классической технологии. Здесь нужно, когда вы описываете классическую технологию, либо любую другую, да, вот в данном случае здесь, вот у вас классическая технология, что нужно сделать? Обязательно нужно описать, что такое, в чем плюсы и минусы данной технологии. То есть, ну хорошо, классическая и что? Почему она применяется? И почему она не должна применяться? В каких случаях классическая применять, в каких случаях не классическая? На производстве с последующим монтажем готовых элементов считовая технология. Соответственно, плюсы и минусы. Популярной техникой создания дворцового паркета является интарсия, да, правильно я называю? Интарсия. Когда отдельные детали рисунка вырезаются из цельной травесины, а затем вырезаются в монокровное паркетное покрытие. В ходе укладки плашки подтачивают, добиваются точного повторения линии орнамента и плотного привлечения прилегания элементов. Тоже, смотрите, в чем здесь небольшая проблема. То есть, вы должны задать обязательно некую детализацию. То есть, сначала мы рассмотрели технику. Я бы вот здесь вот про эту технику написал. Что такое классическая технология? Технология эта. Здесь обязательно нужно разделить, показать щит. Вот, допустим, классической технологии. Что она, картинка, да, показана. Что делается сначала. Что такое классическая технология? На самом объекте. Значит, приходят плашки, да, и там монтируются. Показать, как это выглядит. И щитовая технология, когда у вас есть конкретные щиты. И эти щиты где-то на заводе. То есть, там станок какой-то, завод показать. Вот две картинки. Подписать их. И надо написать, значит, плюсы и минусы каждой технологии. То есть, в каком случае мне стоит применять классическую технологию. В каком случае мне применять технологию с последующим монтажом готовых элементов. Это очень важная часть, потому что оно иначе непонятно. И дальше вот тут, ну, идет некая ситуация, что вы описываете технику создания. Это уже какая-то новая опера. Опера здесь техника сознания. Техника. Как вот такой заголовок вы делаете. И должна ли это быть здесь или нет? Непонятно. Вообще у нас есть 20 пунктов. Обращаю сейчас вас, опять же, к книге, к методичке. В этой книге методички есть советы, да, книгу открываете. Соответственно, тут есть глава номер 6. И там описаны основные пункты внутри. Их 20 штук. То есть, вы сейчас немножко выходите из этих пунктов и пишете в самостоятельном ключе. Лучше так не делать. Почему? Можно ли карточку составлять самостоятельно? Да, можно. Но когда вы понимаете всю эту логику? Изначально лучше все-таки придерживаться тех пунктов, которые я даю, для того, чтобы мы смогли скомбинировать. Для того, чтобы я смог дать уже более вменяемое и более детализированное уточнение по вашему предложению. Иначе мне приходится на данный момент, ну, сейчас выискивать, почему, допустим, вот здесь вот технология уже сочетается с описанием. То есть, до конца пока непонятно. Дворцовый паркет в интерьере. Дворцовый использует классический интерьер, таких как, ну, соответственно, все, что выше, это было лишнее на том этапе. Сначала мне нужно продать идею, что я хочу использовать такие проекты. Об этом мы поговорили. Вот эту информацию надо гораздо выше. Потому что сначала я хочу посмотреть, что это и где применяется, а потом уже применять. Преимущество дворцового паркета. Это тоже нужно выше, опять же, потому что мне нужно сначала продать идею, а потом применять. То есть, вам нужно, по сути, перекомпоновать немножко карточку, будет нормально. Возможность реставрации путем обновления лакового покрытия, что в результате дает эффект нового пола, как до эксплуатации. Да, здорово, супер. И тут можно усилить, сказать, что у вас будет каждый год новый пол, да, и при этом это, ну, недорого. То есть, польза клиента – это не эффект в результате эксплуатации, а польза клиента – это новый пол практически. Вот это его польза. И лучше об этом и писать. То есть, вот здесь вот не эффект нового пола эксплуатации, а ваш пол будет выглядеть как новенький каждый год. При правильном уходе может послужить более 100 лет. Отлично, здесь все четко, понятно. Является экологичным материалом с высокого звука и теплоизоляционными характеристиками. И что это значит? Это значит, что не будет сока не слышно, да, и даже если вы пройдете на каблуках, то не будет вмятин, да, и не будет стука. Вот это лучше писать конкретику. Подчеркивает неповторимость интерьера, солидность и статус владельца. Здорово, да, это красиво смотрится, отлично. Актуален для множества интерьерных стилей. Ну, для множества не надо, вы уже перечислили для каких, и, в принципе, здесь уже, наверное, повторение излишне, потому что вот они уже указаны. Повторяться здесь, наверное, не нужно. Позволяет создать произвольный рисунок с плавными линиями или четкими геометрическими орнаментами. Для чего? Для того, чтобы... Что? Ну, это и есть у вас, да, что-то такое качественное, необычное. То есть, похоже на... Ну, действительно, это уникальность получается, да. То есть, у вас на полу практически произведение искусства, да. Вот это имеется в виду, в принципе, нормальная тема, да. Становится доминантным интерьер, создает стилистический тон всей отделки, да. Создают уютную и респектальную обстановку, да, отлично. В принципе, тут все по картинке видно. То есть, кому нравится такой стиль, тут вопрос уже, что эта история, она применима для человека, это уже большой плюс ставим. То есть, точно нравится нам это. И теперь вопрос, ну, как это себя ведет, как хранить и так далее. Особенности укладки, отлично. Укладка дворцового паркета отличается особой сложностью, тщательным и кропотливым исполнением. Мы рекомендуем доверять работу по укладке дворцового паркета, который профессионалям. Вот это очень плохо написано, очень плохо. Сейчас давайте попробуем хоть как-то это переделать. Как мы можем это в целом переделать? Смотрите. Так, давайте попробуем. Укладка дворцового паркета отличается особой сложностью, тщательным и кропотливым исполнением. И вот здесь вот нужно написать, что мы сделаем. То есть, первое, высушим лес. Ну, давайте я сейчас, наверное, не буду писать, так как я детально не знаю, в чем особенность. Но, допустим, мы экспериментируем. То есть, первое, детально, не детально, а сушим дерево до такой-то влажности. До влажности, не знаю, давайте 6 процентов, возможно. Второе, отстаивается, как вино хотел сказать, в камере столько-то дней. Третье, нарезается на компьютере там, да? Вот, для чего мы это пишем? Для того, чтобы был виден путь, на компьютере я имею в виду на станке, для того, чтобы был виден путь, как у нас идет. То есть, четвертое, пятое, шестое, седьмое, то есть, насколько сложен процесс. И, восьмое, допустим, монтируем плашки на объекте с использованием закрепляющего клея, например, да, в пять слоев. В пять за двое суток. Ну, вот как-то так. О чем мы говорим здесь? Мы говорим, что нам не нужно рассказывать, что укладка отличается особой сложностью. Мы как раз эту сложность показываем. У нас вся сложность показана, если вы детализируете примерно так. Во-первых, вы можете под каждый пункт показать, здесь конкретно дать решение, то есть, вот как это выглядит. Сушим дерево, показать вашу сушку и дать подпись. А вот, кстати, наша сушительная машина отстаивается в камере, либо красится в камере, да? А вот наша камера по покраске. То есть, конкретно каждым этим заявлением вы можете показать, у нас это есть, мы это делаем, мы живые. И понятно, что откуда складывается цена. То есть, чем больше сложность вы покажете, вот здесь, тем будет детальнее у человека представление, из чего складывается, то есть, понятно будет, за что отдавать деньги. Потому что иначе, если вы назовете стоимость, он такой будет, ничего себе, сколько стоит, почему прям пять раз дороже обычного дерева, вроде бы там обычное дерево. А вы показали ему уже всю сложность, и он такой, да, процесс непростой. Буду ли я рисковать, если найму каких-то потребчиков с улицы? Нет, не хочу. Я вижу, что у вас все подготовлено, я вижу, что у вас есть картинки, я вижу, что у вас есть там описание к картинкам, я могу, условно, вам доверять полностью. И уже действительно сам понимаю, что мне имеет смысл это не навязывая на мнение, что мне нужно нанимать людей с большим опытом. А я это сам сделал, благодаря тому, что вы показали весь процесс. Я сам сделал этот вывод. И это очень классно, это то, что должно быть. Поэтому я рекомендую здесь дописать именно вот примерно так. То есть, я не знаю, что там у вас внутри, я не эксперт в этой теме, и, наверное, сейчас полный бред написал, но я думаю, что идею вы поняли. То есть, покажите, как это выглядит. Мы рекомендуем доверять. Лучше не рекомендовать никому ничего, потому что, ну, у меня, допустим, нет к вам доверия. Ну, я не знаю, вы вроде как молодцы, я должен сам сопоставить факты, которые вы предоставляете, и у меня внутри должно быть чувство, что я вам доверяю. Как это сделать, если вы вот сделали вот то, что выше мы обсудили, у меня уже это чувство есть. И здесь лучше не мы рекомендуем вам, потому что тогда вы вроде как просите и даете совета мне, а я его не прошу. А вы говорите, мы лично сами, зная этот факт, что можно испортить все, буквально, когда ты будешь укладывать непрофессиональными людьми. Поэтому мы работаем с бригадами, у которых минимум 10 лет опыта. И вот наш там Иван Иванович с цеха, он укладывал этот паркет где-нибудь в Петербурге, а кто-то там еще вот потомок Петра Первого, который привез этот паркет, рисунок из Голландии. Вот они вот потомственные укладчики, они у нас работают. И фоточки этих укладчиков тоже дать вот здесь вот вдвоем. Будет понятно, что вы не рекомендуете, клиент сам такой, окей, а можно с ними поработать, можно с этими укладчиками поработать, у клиентов будет такое ощущение. Поэтому здесь надо примерно так сделать. Этапы укладки. Этап 1. Подготовка и осмотр основания. Поверхность черновой стяжки должна быть максимально ровной и чистой. А, это уже после изготовления идет. Отлично. Ну вот, в принципе, то, что и должно быть. Вот здесь вот нужно картинки, то, что я там выше показал. То, что выше, тоже может работать, тоже можно это сделать. И здесь то же самое. Добавьте картинки. Поверхность черновой стяжки должна быть максимально ровной и чистой. Небольшие перепады высоты и неровности. Тоже вот непонятное здесь немножко изречение. Что это значит? Как проверить, что она? Мы проверяем это так. Лучше написать мы. Это так. И как мы это проверяем? Методику проверки. То есть, если у человека будет неправильная методика проверки, то что-то будет не то. Соответственно, если он будет кому-то еще обращаться, ну, либо он не будет обращаться, он поймет, что вы уже настолько детализировано здесь описали все, что видно, что вы заборачиваетесь с этой темой. Это самое важное ощущение должно быть. Небольшие перепады высоты и неровности можно, нужно убрать с помощью заливки. То есть, не то, что нужно, вы не инструкцию даете, а можно так писать. Мы убираем. Вот. То есть, это описывается примерно как в фильме. Что вот мы делаем, мы смотрим, мы убираем. Что вы делаете? Убрать с помощью заливки небольшого слоя нивелющей смеси. Отлично. Деревянные полы следует укреплять гвоздями. Если же стяжка в плохом состоянии, ее следует демонтировать. Да. И каждая из этих тем у вас очень классная такая инструкция получается. Вы можете каждую, буквально этот этап, показать картиночкой. Вы показываете картинку и есть большое доверие. Такой текст читать не будут, сразу скажу. Но, если вы разделите примерно вот так, сейчас я даже разделю, и вы увидите, как это будет интересно сделано. Вот, смотрите. Даже можно побольше разделить, сейчас я этого не буду делать, чтобы со странички не уходить. Но, представьте, что вот у вас картинка, подпись, картинка, подпись. Вот две строчки прочитать не страшно и несложно. А дальше вы показываете картинку. Опять, две строчки, картинка. И у вас получается буквально вот так вот. То есть вы практически проводите человека через всю цепочку того, что вы хотите, чтобы он посмотрел. А вам для чего это нужно вообще? Для чего вы показываете всю эту цепочку? Не для того, чтобы человек научился, а для того, чтобы он понял, что вы действительно умеете это делать, что у вас есть фоточки, доказательства, риски его снижаются и, соответственно, доверие его к вам растет. Чтобы это сделать, вы обязаны сделать это достаточно в простой форме, а это лучше всего сделать не более двух строчек, картинка и дальше уже идем к следующему описанию, к следующему этапу. Так можно сделать к каждому этапу. Возникает вопрос, наверное, не будет ли слишком много всего? Нет, не будет, потому что здесь как раз-таки нам задача описать продукт и описать его состав. Можно ли выделить именно само производство куда-то отдельно? Да, можно спокойно потом будет, если вы посчитаете нужным, выделить из одной карточки, сделать 2, 3, 5, 10. Это уже как сами посчитаете. То есть у вас может быть карточка компании, где описано, как вы работаете, какие у вас статус с регалией, там может быть ваши миссии и все остальное связанное с компанией. Второе, у вас может быть описано, кто где, когда применяет дворцовый паркет, сколько он стоит и имеет ли смысл, есть ли у вас деньги на него. Там же будет написано, почему он такой дорогой, ну например, если он там только стоит, ну и чтобы было понимание у человека, как его покупать, эксплуатировать, что с ним делать. И третье, может быть, как мы его производим, то есть это может быть еще одна карточка. Но тут важно еще понимать, что сначала лучше написать это все целиком, как бы нормально соединить в одно большое описание и потом это большое описание уже разрезать на маленькие части. Это будет очень полезно, но это вы будете следующим этапом, работа с редактором и работа деления всего того, что придумали, на небольшие такие контентные части. Пока все хорошо, то есть текст вы уже написали практически весь хорошо, нужно будет снабжать картиночкой и делить его на такие части. Этап 2. Сделать предварительную разметку и раскладку элементов на полу. Работать нужно при температуре, тоже везде вы поняли, да, мы работаем при температуре от 18, почему мы работаем, все-таки это должно как-то вас продавать, поэтому не инструкция к исполнению на каком-то сайте, а именно как вы делаете, это здорово. Чем больше вы в эти этапы своей личности, либо личности вашей компании принесете, тем тоже лучше, потому что может возникнуть ощущение, что именно вы так делаете и именно в этом и есть ценность, поэтому хорошо. Этап 3. Клей наносится зубчатым шпателем на фанерное основание, торцы плашек, затем дощечка прижимается, фиксируется на основе с излишким клеем. И смотрите, излишние детали, вот то, что вы сейчас делаете, вот эти вот, да, они уже могут утомлять. Ну, то есть почему? Потому что понятно, что это ваши внутренние процессы, но очень важная, очень важная модель, чтобы было понимание, когда клиент читает, либо когда дизайнер читает, уже все поняли, да, что у вас детальный подход. Вот. Каждое вот это вот слово, каждое выражение, которое вы делаете, оно должно быть таким, чтобы клиент почувствовал, что это нужно ему для чего-то. То есть, условно, если этого не сделать, то что-то пойдет не так. Например, что клей наносится зубчатым шпателем на фанерное основание. Почему, условно, об этом вы говорите, да, потому что, возможно, в других случаях, в других компаниях этого не делается. А у вас это, ну, тогда это и надо написать. То есть, из-за того, что не все соблюдают технологию, технология такова. То есть, надо какой-нибудь дать дополнительный, такое основание человека, либо объяснить, где могут быть ошибки в этом пункте, да, либо, что вы делаете вот это именно так, для того, чтобы что-то, ну, в дальнейшем было проще, да, монтировать, либо избежать ошибок. Вот это важная часть. Опять же, я тут не знаю по технологии, то есть, насколько надо детализировать. Если нет ничего особенного, то пропускайте. Если в деталях важна действительно детализация, то указывайте ее и показывайте, почему эта детализация важна именно здесь, почему этого нет у других, например. Сборку начинает согласно приложенной схеме от центра помещения и от стены. Ну, потому что клиентам, как бы, особо это не нужно. Это уже какая-то внутренняя инструкция для сборщиков. А если вот вы напишите сборку начинает согласно приложенной схеме от центра помещения или от стены, то если это так не сделать, то что произойдет, например, да, или там в 90% случаев так не делают, и поэтому возникает проблема, это уже будет ценность для клиента, для читателя. Они будут понимать, что вы работаете правильно именно так, а, ну, кто-то может работать неправильно. Но мне кажется лично, вот сейчас по личному ощущению, что это немножко лишняя информация, и здесь достаточно, как бы, просто прописать 1, 2, 3, 4, и вот здесь вот у вас уже достаточно будет хорошо прописано. То есть вам надо не полный процесс вообще, а принципиальный. Вам надо не инструкция по укладке паркету сюда, а принципиально, что мы будем делать, да, и чтобы было понятно, почему так дорого, почему стоит такой паркет своих денег, или не стоит, чтобы человек сам сделал вывод. Этап 4. Шлифование и лакировка. Паркет шлифует сперва более грубая насадка, а затем мелкая, чтобы придать полу идеальную ровность и гладкость. Вот это классно. Очистить от пыли. Я уже прям представляю идеальную ровность и гладкость. Очистить от пыли с помощью пылесоса. Отлично. Вижу заботу, что вы действительно очистили от пылесоса. Отлично. На этом этапе можно затонировать паркет или отдельный. То есть непонятно, можно или нужно. То есть если тонируете, то тонируете. Лакировка защищает паркет от влаги и механических повреждений. Наносится она в 3-9 слоев. Каждый слой сохнет примерно сутки. Отлично. Ну в принципе мы об этом говорили. Уход. Правильный уход за дворцовым паркетом позволяет увеличить его долговечность и сохраняет красоту рисунок. Идеальное средство для дворцового паркета станет сухое, проветриваемое помещение с температурой 19-28 градусов. Влажность, которая находится в пределах... Да, и сразу же как ее поддерживать. То есть для того, чтобы поддерживать такую влажность, поставьте какую-то специальную установку. Либо позаботитесь о том, что у вас есть система кондиционерной вентиляции. То есть нужно, помимо того, что вы задаете здесь необходимые условия, вам нужно объяснить, как их добиться. Ну почему нет? Если у человека нет, допустим, вентиляции, то у него не подойдет, наверное. Как всякий другой паркет, уборка этого покрытия требует использования пылесоса или веника. Паркет протирается влажной тряпкой. Ну и здесь уже инструкции из эксплуатации. В целом, я что хочу сказать, что, к сожалению, не до конца получилось следовать инструкции. Карточка продукта, карточка компании. Она у нас описана в соответствующей главе. Итак, давайте я покажу. Сейчас по книге зачитаю. Здесь у нас есть список специальный, как нужно было делать описание, чтобы не выбиваться. Я сейчас его зачитаю и попробую из той информации, которую я понял, создать какое-то правильное решение для того, чтобы было четкое, полное, понятное описание, как нужно делать, не уходя от темы. Потому что сейчас много чего контентного написано, полезного, но, к сожалению, оно не применимо в том формате, в котором бы я хотел, как дизайнер, ознакомиться с данными материалами. Давайте сейчас поэкспериментируем и посмотрим. Итак, первое название. Дворцовый паркет. Второе, ключевая характеристика. В чем суть этого паркета? То есть это уникальный получается паркет для торжественных помещений, да, то есть отражает статус владельца и придает торжественности. То есть это получается как паркет, как произведение искусства. Вот это ключевая характеристика, что заказывают не просто так, а для тех, кто понимает и действительно как произведение искусства, скорее всего, идет. Плюсы. Ну, плюсы, что подтеркивает статус владельца, там они у вас есть. Дальше, ограничения, где не применяются, то есть не подойдет там, где нужно просто дерево постелить, наверное. Материалы, из чего делается это дерево там натуральное, да, какие-то инкрустации, многоценные там может быть камни, не камни, что там у вас, из чего создается. Модификации и размеры, какие бывают размеры щитов, какие бывают размеры плашек, на какие площади можно применять, какие комнаты подойдут ли маленькие комнаты, не подойдут. Особенности, ну здесь конкретно седьмой пункт касается особенностей, которые вы применяете, что нужно укладывать, допустим, ухаживать, укладывать, разрабатывать отдельно. Ну то есть у вас там несколько особенностей. Первое, что разрабатывается конкретно к помещению с дизайнером, отдельно это все выстраивается. Вторая особенность, что делается либо классическим методом, разница, пока я не понял, либо методом, щитовым методом на объекте, плюсы-минусы каждого метода. То, что применяется, допустим, в маленьких или больших помещениях, когда применять, когда не применять. Ну в общем особенности какие есть, седьмым пунктом добавляем. Восьмое. Фотографии с примером использования. Об этом мы говорили. Фотографии лучше везде. Стоимость. Стоимость у вас не указана. Пункт номер 9 – это стоимость. Это карточка продукта. Обязательно нужно указать, сколько стоит в базовом формате, в детализированном формате, в самом детализированном формате, чтобы у меня было понимание. Если у меня зал 100 метров, сколько мне будет стоить? Сам паркет. Паркет с укладкой. Сколько мне будет в год стоить обслуживание, в конце концов? Комплект поставки. Но здесь нужно указать, что я должен купить дополнительно к укладке, к поставке. Там веники, тряпки, может быть, щетки, да, вот все, что вы указывали здесь в описании, тоже нужно, скорее всего, указать Гарантии, да, какие гарантии, как ухаживать 12-е, особенности монтажа, вот здесь вот у вас много написано, как раз-таки это нормально 13-е, особенности эксплуатации, как мне, можно ли ходить в нем в тапочках, либо на каблуках, непонятно 14-е, цифры, ну, здесь, что касается, там, выдержки, сколько хранили, как делали Ну, все, что касается цифр по данному материалу 15-е, производитель, кто производит, это немножко про себя нужно написать Вы уже составляли карточку компании, нужно о ней написать ссылки, где посмотреть на, более подробно, да, зайти на сайт Зайти на какое-то исследование, если вы на что-то ссылаетесь, посмотреть на ссылки, может быть, варианты рисунков, узоров, ну и так далее Дополнительная информация, вот сюда можно уже добавить в дополнительную информацию то, что вы приводили здесь Из чего состоит, да, как это выглядит Монтажные схемы, узлы, можно добавить, если вы как раз хотите дать инструкцию для монтажников Просто приложить инструкции, поэтому не обязательно здесь так детально расписывать Можно вынести это в отдельную тему и дать инструкции, просто ссылочка на PDF, либо еще на отдельный документ Дальше, рекомендованные аксессуары Как раз таки там веник или полировочная машина, либо что там еще должно быть, что можно докупить Может быть, у вас есть к рисунку, вот к этим, допустим, какие-то розетки на потолок, либо декор на стены, либо еще что-то есть, что вы можете дополнительно вот в таком стиле поддержать, если есть Рекомендованные аксессуары, окей И альтернатива Ну альтернативу можно не указывать, потому что, я так понимаю, здесь альтернативы нет никакой Если ты хочешь именно в эксплуатационной характеристике получить ключевые характеристики, как произведение искусства, детально сделанное То, наверное, особой альтернативы нет в данном случае Вот поэтому так и написать, что это уникальный получается продукт в данном сегменте Вот 20 позиций, да, еще раз говорю, они у нас описаны здесь, в книге, вы можете там посмотреть, почитать отдельно, приобрести книгу, в принципе, по нашим материалам создать И тогда уже будет понятно Что касается текста, по разбору, я думаю, что он был полезен не только компания-производителю, но и всем остальным Пожалуйста, не выходите за рамки написания именно последовательности Если вы напишите последовательно так, как нужно, это будет лучше, понятнее для дизайнера А то, что вы сейчас здесь написали, это все замечательно, это все подойдет, но это нужно разбросать сейчас по тем пунктам 20, которые я указал В том формате примерно, с той детализацией, с теми добавлениями, которые тоже я показал В целом, очень неплохо Теперь обращаюсь к дизайнерам, расскажите, насколько вам было полезно, понятно, насколько и как часто вы используете дворцовый паркет в своих работах Хотели бы вы почитать такое описание, как я сейчас порекомендовал сделать Если да, то напишите в комментариях, поделитесь этим видео И давайте посмотрим, поддержим нашего уважаемого поставщика и партнера, чтобы у него получилось написать идеальную карточку Чтобы мы могли с гордостью показывать ее нашим клиентам и предлагать подобные решения для их дворцов На этом сегодня все, если хотите, чтобы я сделал подобный разбор, детальный для вашей компании, присылайте мне его в комментарии Я комментирую эти работы тем участникам, кто у нас работает, кто взаимодействует со мной Если вы хотите разбор, пишите нам на почту, звоните по телефону в нашу компанию И мы с вами договоримся о подобном разборе, который я помимо того, что выложу вам в комментарии Я сделаю еще и поделюсь имя с дизайнерами и сделаю вам такую дополнительную рекламу в числе дизайнеров Также помогу вам довести карточку до конца И как итог у вас будет готовый PDF-файл, который мы тоже разошлем всем нашим дизайнерам И используем в нашей базе надежных поставщиков, которые будут ваши продукты и карточка вашей компании До встречи в следующих видео